Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Политбюро. С нами на связи политический эксперт, политтехнолог Андрей Золотарев. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Рад вас видеть. И начнем, пожалуй, с Калининграда. Что там происходит и будет ли начало прямого столкновения Российской Федерации и НАТО из-за отказа Литвы пропускать грузы, ну, собственно, там преследуя и подчиняясь букве закона и букве принятых санкций против Российской Федерации. Там уже Патрушев, там уже гневно бьют об стол томами с какими-то там спецслужбистскими разработками стран Запада против Калининграда и далеко там глядными перспективами и планами. Что вы думаете, насколько все далеко зайдет и Литва ощутит на себе всю мощь российского оружия? Знаете, да, действительно, ряд публикаций, ряд экспертных мнений выражают тревогу. Дело в том, что ассоциации со Второй мировой войной, они еще не забыты. Ведь в нашем случае речь идет о так называемом Суваловском коридоре. А что послужило первой причиной Второй мировой войны? Ну, как бы поводом, казус Белли. Это конфликт Польши и Германии вокруг Данцигского или, как его по-другому называют еще, Польского коридора. Поскольку Германия — это его экстерриториальный коридор, который связывал бы ее с вольным городом Данцигом и Восточной Пруссией. А неуступчивость Польши, поскольку общественное мнение было настроено против уступа к Германии в этом вопросе, в конечном счете и привело к военному столкновению. Польша начала планировать операцию Запад, Германия, план Вайс. И в итоге, помним, провокация в Гляевице и 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Здесь, мне кажется, что пока, если так взвесить все на чаши весов, пока, как известно, бараны бьют в барабаны. А вот реальные шансы на то, что Россия пойдет на военное решение этого вопроса, мне кажется, все-таки невелики. Ибо одно дело, да, Россия готовится к военному противостоянию с НАТО, но она еще не готова. Для многих военных экспертов и аналитиков, искренне считавших, веривших заявлением о том, что Россия модернизировала больше треки своих вооруженных сил, ну, скажем, то, как идет война в Украине с 24 февраля, стало неожиданным, ибо потенциалы состояния российских вооруженных сил в реальной жизни оказались далеки от пропагандистских роликов, там, или от того, что показывают на телеканале «Звезда». Поэтому, да, понятно, что армии стран-членов НАТО, ну, той же Литвы, они как бы карликовые по сравнению с вооруженными силами Российской Федерации, да что договорить, там, тот же Бундесфер или та же, Великобритания, армия Великобритании, там, намеревались сократить до 75 тысяч человек. Ну, смех. Но, тем не менее, НАТО, это, прежде всего, военная мощь Соединенных Штатов. Ну, да, можно не любить Соединенные Штаты, но относиться к их промышленному, военному потенциалу надо с уважением. А если смоделировать ситуацию, что Россия пытается военным путем пробить коридор, или же, там, захватить Литву, да, даже в крайности уйдем, не может ли так оказаться, что, ну, собственно, за Литву так как-то и не вступятся? Почему я вот такой вопрос задаю? Не для хейта, не для, там, какого-то, знаете, там, какого-то хайпа. А вот в Еврокомиссии откомментировали, там, вот, решение Литвы, мол, ну, это санкции, Литва их так видит и так поступает. Собственно, как бы немного спихнули на Литву все решения, которые принимал Евросоюз. Литва, Литва же тоже такая же история. Если одна страна, там, идет на конфликт, то там уже, как бы, все вместе принимают решение, вступиться или не вступиться. Может ли быть, вот, самый худший сценарий для Литвы? Самый худший сценарий для Литвы, если вот эта статья НАТО, которая, устава НАТО, которая, первое, пятое, которая трактует то, что нападение на одну из стран-членов НАТО означает, как говорится, нападение на остальные страны-члены НАТО. И если Литву оставят один на один с ее проблемой, ну, на следующий день можно вешать замок на штаб-квартиру НАТО. Понятно, что это уже, тогда уже ломается полностью, глобальная архитектура. Другое дело то, что этот конфликт, ну, чего боятся Соединенные Штаты? Обратите внимание, если в апреле говорилось о возможности военной победы, то сейчас риторика умерилась, и там стало более осторожно, и заговорили о сдерживании, ну, наверное, России. И я думаю, что все-таки боятся того, чтобы ситуация вышла бы из-под контроля. То есть удары по территории России, заход БСУ на территорию России, ну, это явно нежелательный для Соединенных Штатов сценарий. Пожалуй, вот, ну, разница вы видите, что Берлин, Париж, Рим, сходные договариваться, в том числе и за счет интересов Украины, Соединенные Штаты сдерживать, ну, позицию военной победы, пока поддерживают только Лондон. Вот. И вот в этой ситуации, ну, как говорится, Литва, да, Литва, пожалуй, одна из немногих стран, членов Евросоюза и НАТО, которая в полной мере нам протянула руку помощи. По сути, страны Балтии отдали нам треть своих арсеналов. Да, как говорится, Литва демонстрирует последовательно правоукраинскую позицию без всяких, как говорится, обвиняемых. Но в данном конкретном случае Литва не занималась самодеятельностью в этом вопросе. Все было сделано в соответствии с теми директивами, санкционными директивами, которые были приняты Евросоюзом. Да, будут демонстрировать такой жесткий стиль по отношению к Литве. Ну, это же не первый день, но вспомним заявление одного из депутатов Единой России отозвать акт признания независимости Литвы. То есть там идет такой перманентный обмен любезностями. Это была реакция одного из депутатов Госдумы на то, что снесли памятник солдатам Красной Армии с городов Литвы. Ну, это же не первый раз. Но действительно ситуация выглядит тревожно. И здесь, мне кажется, будут звучать вот эти такие радикальные заявления со стороны кремлевских деятелей. Но действовать они, я думаю, будут все-таки по-другому. Они будут давить на руководство Евросоюза. Тем более, что страны, которые задают то, та тройка озабоченных проблемой сохранения лица Путина, она как раз довольно удобный объект для такого шантажа. То есть бряцать оружием и, как говорится, размягчать визави для последующих своих требований. Поэтому, скорее всего, пойдут по пути давление на Евросоюз в этом вопросе. Вот я хотел бы вот этот, скажем так, стереотип, что там Макрон, Шольц и Драги, которые приезжали в Киев, вот они как бы уговаривали Зеленского, они приверженцы договариваться вот такой позиции. Но он немного, знаете, мало актуален. Потому что даже Песков недавно в общении с журналистами, пресс-секретарь Путина, говорит, что, ну, извините, никаких поползновений после визита европейских лидеров в Киев для какого-то возобновления диалога между Украиной и Россией не было. И из тональности видно, что в Москве ждали. Понимаете? То есть этого... Очевидно, да. И не только в Москве. И в Киеве ожидали, что будут принуждать Зеленского к похадному миру. За счет миру обмен на территории. Но, как говорится, команда президента сделала довольно эффективный ход с экскурсией в Европей, после которой Макрон был вынужден думать не о том, как сохранить лицо Путина, но о том, как сохранить свое лицо в этой ситуации. И, естественно, если какие-то и намеки были, то это были скорее намеки такого жесткого диалога, такого, как говорили там, принуждения. Уж точно не было. Уж точно не было. Возможно, да, зондировали почву. Но, как говорится, после посещения Ирпеня и Буча, я думаю, вот, как говорится, тональность изменилась. Еще одну тему, которую я хотел бы затронуть в этой беседе, предварительно поблагодарив каждого, кто досмотрел до этого места наше видео и уже поставил лайк под этим видео, это непопулярные законы и непопулярные вещи, которые Украина должна принять на пути в Европейский Союз. Мы уже там вот на полшага, ну, фактически, многие говорят, что вопрос предрешен. Мы кандидаты в Европейский Союз. Для этого нужно подождать еще несколько дней, но, тем не менее, Стамбульскую конвенцию проголосовали. Хорошо это? Плохо ли это? С учетом того, что не все ратифицировали эту конвенцию по защите женщин, введение гендера и, собственно, скажем так, противодействие насилию и различным фобиям, гомофобиям, еще другим фобиям на законодательном уровне, насколько вот этот, ну, не совсем популярный, да, в большей части, там, православной стране, в стране с таким путем, как Украина историческим, как вы откомментируете такое решение? Ну, политически, демонстрирует такой праздник непослушания на фоне того, что 24-го, ну, должно быть принято решение, политическое решение уже принято, но, конечно, оно должно быть оформлено по предоставлению Украине кандидатства. Ну, заниматься фронтированием в этой ситуации было бы политически неправильно. С другой стороны, нельзя не согласиться и с теми опасениями, которые сказываются, прежде всего, в тех странах, которые довольно близки к нам, с которыми дружески, практически союзнические отношения, те же страны Балтии, Польша, и не только Польша, Венгрия, Болгария, Словакия, да, и сама Турция, собственно, там отношения кардинально, заметно кардинально негативные отношения. В той же Польше, да, абсолютно верно, польское законодательство дает достаточно инструментов для защиты прав женщин, для защиты женщин, допустим, от домашнего насилия, но вот эти моменты, связанные с гендером, с самоопределением пола, там, трактовка, там, реализация, по сути, третьего повода, во многих странах это рассматривается как инструмент продвижения, разрушения традиционных институтов семьи, брака, и, собственно, пропаганды ЛГБТ-ценностей. Понятно, что и у нас Совет Церквей призывал не принимать, но, как говорится, здесь политические соображения взяли вверх, как бы там ни было, но и уже мы видим, что те, кто кривили, как говорится, конфликт представителей ЛГБТ-сообщества рядом там советник президента критический, и уже понеслось, как говорится, пошел обмен любезностями. Ну, вот одну любезность я хотел бы сейчас, ну, наши зрители увидят, сейчас это пост Алексея Арестовича, который, собственно, раскритиковал в одном из своих спичей ЛГБТ-сообщества, и после этого пошла волна там, хэштеги даже в соцсетях от товарищей защитников ЛГБТ-прав, мол, уволить Арестовича, вот этот такой призыв, вот он что ответил, разместил скажем так, фотографию, образ Люси Конфетки, когда он ее играл в одном из театров, да, когда работал в одном из театров, и вот такой текст, ЛГБТ-сообщество возмущено и говорит о моей отставке, но посмотрите на это фото, и вы поймете, кто должен быть возмущен по-настоящему, по-моему, меня преследуют, нет, требуют толерантности, что скажете? Знаете, к сожалению, у нас общество, оно по определению нетолерантно, и по отношению к другим политическим взглядам, ценностям, по религиозному признаку, и, ну, тут это просто у нас превращает в такую священную корову, смотрите, ну, мы почти уже как европейцы, то есть мы разделяем ваши ценности, я думаю, что представителей вот этих меньшинств, наши правы, как время от времени поколачивали, точно так же это и будет, к сожалению, знаете, мне бы все-таки хотелось, чтобы украинцы научились слушать и слышать друг друга, а с этим у нас пока из рук вон плохо, поэтому от того, что мы подписали Стамбульскую конвенцию, ну, ратифицировали ее, ну, знаете, большинству украинцев ни холодно, ни жарко, проблема того же, домашнего насилия никуда не денется, оно будет и во многом у нас общество, знаете, все-таки довольно консервативно в своих установках и я думаю, что здесь, опять же, на алтарь политической целесообразности, ну, политические соображения взяли вверх. Андрей Золотарев был вместе с нами, спасибо вам большое за то, что присоединились. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр этого видео и берегите себя до нового выпуска, потому что в новом выпуске мы снова скажем вам в конце, берегите себя, это чтобы вы постоянно смотрели все наши новые видео на политбюро, становитесь подписчиками канала и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok